Всем привет! Всем доброе утро! Из Калининграда. Мы продолжаем рассказывать о достопримечательности Калининградской области. Сейчас мы находимся в самом инстаграмном месте Филинской бухты. Филинская бухта – это жемчужина Калининградского побережья. Это излюбленное место семейного отдыха калининградцев и гостей региона. Здесь отличные места для фотосессий, ну и вообще просто побродить, отвлечься от суеты. Мы плавно с вами перемещаемся в Янтарный. Янтарный – один из трех лучших курортов Калининградской области. Правда, по размерам он самый миниатюрный из них. Не может похвастаться выбором развлечений и ночной жизни, но у Янтарного есть тоже свой шарм. Это роскошный городской парк и крутые пляжи. А еще у него деревярный променад – целые залежи Янтаря. Поселок городского типа Янтарный считается столицей Янтарного края. Мы находимся с вами на площади мастеров. Это центральная и самая привлекательная площадь в Янтарном. Эта маленькая и уютная площадь получила свое название в честь мастеров ювелирного дела, которые в разные периоды посвятили Янтарю свои таланты, творческие силы. На площади мастеров расположен торгово-выставочный комплекс, кафе и закусочные, места для отдыха, торговые точки, в котором в том числе продают изделия из Янтаря и Янтарную косметику. Площадь мастеров не только достопримечательность Янтарного, но и является своеобразной ярмаркой. Каждый магазинчик здесь выполнен в винтажном стиле. Здесь выставлены на продажу картины с Янтарной крошкой, ювелирные украшения, сувениры, магниты на холодильник, посуда, предметы бытовой утвари, различные предметы интерьера. Много покупательниц возле торговых лавок с косметикой, в основе которых лежит солнечный камень. Здесь продается декоративная косметика и лекарственные средства с янтарной кислотой, которая известна целебными свойствами. Из названия поселка сразу понятно, что его на территории находятся внушительные запасы с уникальной окаменевшей смолой Янтаря, которую здесь добывают уже много лет. Местное месторождение Янтаря считается уникальным, крупнейшим на планете. Здесь находится до 90% всех мировых запасов янтаря. Янтарный комбинат в поселке Янтарный – это уникальное предприятие, которое специализируется на добычу янтаря открытым способом. Весь добытый камень разделяется на три класса – поделочный, прессовочный и лаковый. Наибольшую ценность представляет поделочный янтарь, который идет на сырье для ювелирной промышленности. Однако поделочный камень составляет только десятую часть добываемого янтаря. Остальной мелкий янтарь не может непосредственно использоваться для изготовления изделий. Он подвергается прессованию и химической обработке. Из прессованного янтаря изготавляет украшение и применяет его в качестве изолятора в промышленности. Продукты химической переработки – плавленый янтарь и янтарное масло – входят в состав различных сортов высококачественного лака и эмалей. Из янтарной кислоты вырабатывают медикаменты, препараты для изготовления заменителей кожи. Янтарь различается по форме, цвету и степени прозрачности. Точную цену янтаря необходимо определять в каждом конкретном случае. Цена янтаря зависит от размера, цвета, качества, места добычи. Таким образом, цена янтаря в 2022 году колеблется от 3 рублей за 1 грамм – это янтарь маленьких фракций, до 3 тысяч рублей за грамм и выше. Это крупный янтарь высокого качества. Ну а мы с вами следуем далее. В окружении старинного парка на самом берегу Балтийского моря уютно разместился бывший охотничий замок прусского короля Фридриха I – пятизвездочный отель «Шлоз». Замок перестраивался и изменялся. Свой окончательный вид он приобрел благодаря янтарному королю Морису Беккеру. А перед нами церковь Казанской иконы Божьей Матери в Янтарном. Данный храм является главной святыней поселка Янтарного. Ныне действующая и отреставрированная церковь изначально была литеранской кирхой, заложенной в 1887 году по инициативе предпринимателя по добыче янтаря Мориса Беккера. Данная кирха была построена из валунов и фигурного кирпича и являлась уменьшенной копией капеллы Святого Георгия в предместе Берлина. Кирха имела два именных колокола от фирмы Штантиен и Беккера, которая финансировалась из строительства святыни. Витражи кирхи были созданы на темы местных сюжетов, а внутреннее убранство было выполнено в романском стиле. В кирхе был орган. После Второй мировой войны в стенах уже к тому времени бывшей кирхи в разное время располагались клуб, бильярдная, спортивный зал и склад. В 1990 году здание кирхи было передано Русской Православной Церкви, затем отреставрировано. И 13 января 1991 года митрополит Смоленский и калининградский Кирилл осветил святыню как храм Казанской иконой Божьей Матери. В 2008 году на изначальное место в церкви был возвращен отреставрированный колокол. Ну а мы с вами попали в парк Морриса Беккера. Парк имеет площадь 10 гектаров. Парк был создан немецким промышленником и владельцем янтарных карьеров в Восточной Пруссии Моррисом Беккером, в честь которого парк позже и получил свое название. Беккер заложил парк 21 мая 1881 года на месте старинного сада. Ну вот мы с вами добрались и до пляжа. Пляж в янтарном славится протяженной и самой широкой в области песчаной пляжной полосой, которая пролегает вдоль всего поселка и уходит за его пределы. Две части территории пляжа удостойны наградой «Голубой флаг» и имеет свою необходимую пляжную инфраструктуру. Здесь есть променад. Променад был построен в рамках международного проекта «Янтарное побережье Балтики». Участвовали Россия, Польша, Литва. Променад является полностью пешеходным, выполнен из сибирской лиственницы, имеет деревянные перила. Променад часто называют набережной в Янтарном. Протяженность променаду составляет чуть менее двух километров. В заключении нашей экскурсии по Янтарному мы решили вам показать один необычный ресторан. Трёхэтажный ресторан сразу привлекает внимание. В его оформлении использовали невероятное количество янтаря. Крупные камни удивляют гостей на пороге. Они применены в облицовке дверей и фасада. И это настоящий янтарь. И документы на него имеются. Здесь использовано приблизительно тонна янтаря. Весь ресторан, как снаружи, так и внутри, очень обильно декорирован настоящим янтарём. Если кто будет отдыхать в Янтарном или на экскурсии, обратите внимание на такой роскошный, красивый ресторан. Ресторан можете перекусить, а счёт вам принесут вот в такой янтарной шкатулочке. Ресторан называется Янтарная легенда. Ну, а мы с вами не прощаемся. Впереди нас ждёт Светлогорск. Подписывайтесь на наш канал Путешественники. Путешественники. Продолжение следует...